Из дистанционного в реальный режим работы перешел Дом детского и юношеского творчества. Летняя досуговая площадка «Солнечный день» принимает всех желающих на творческие и развивающие занятия. Физическая активность и свежий воздух в больших количествах. В постограничительное время для детей создали все условия, чтобы вернуть их привычный ритм. Софье Моисеевой так надоело сидеть в четырех стенах, что девочка идет на все занятия в Доме творчества, как на праздник. Да, нравится, потому что если больше друзей, больше будет веселья. Я люблю больше всего петь. Мне нравятся песни из Диснея какие-то или из каких-то мультфильмов других. Сейчас свой летний досуг в Доме детского и юношеского творчества проводят два отряда по четыре часа в день. Традиционно в это время для детей организованы занятия по декоративно-прикладному искусству, рисованию, пению, хореографии и спортивному ориентированию. Карта всегда в одном положении. Мы бегаем вокруг здания, а не здания бегают вокруг нас. Если вы карту перевернете, вы заблудитесь обязательно. Свою работу Дом детского и юношеского творчества на время ограничений не приостанавливал. Занятия с воспитанниками проводили дистанционно, держали обратную связь. Ножевой формат, которого с нетерпением ждали все, перешли несколько позже, чем обычно – 6 июля. Вот так и наружу и прижимаем наружу. Педагог с большим стажем Галина Леонова теперь не только учит детей собирать оригами, но и сама учится творить шедевры в защитных перчатках. Действительно, мы ждали этого момента, когда к нам придут дети. Мы работаем, соблюдая санитарные все нормы – в масках, в перчатках. Не так уж удобно. Особенно как раз в декоративно-прикладном творчестве. Я должна им показывать, я должна что-то им руками где-то подправить. Ну, что делать? Такое время насупило. В отряде не более семи человек. Разграничение групп, никаких массовых мероприятий, же частная санитарная обработка поверхностей и приобщение детей к гигиене в игровой форме. Досуговая летняя площадка в этом году работает по новым условиям, но с прежним энтузиазмом. Для педагога, конечно же, важно видеть и глаза ребенка, реакцию. Он может ответить тут же сразу на вопросы ребенка. Дети не любят ждать. Они любят получать ответы сразу. Поэтому очень важно, конечно же, живое общение. И потом дети, социализация детей все-таки проходит в обществе. Летняя досуговая площадка будет открыта до конца августа. Провести каникулы с пользой могут дети с 7 до 12 лет. Для этого нужно обратиться в учреждение с заявлением и копиями свидетельства о рождении и страхового полюса. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.